Доброе утро! И сегодня мы с вами займёмся улучшением подвижности тазобедренных суставов. Лягте на спину и почувствуйте, как крестец, область между лопатками и затылок погрузились в пол. Почувствуйте, что ваши стопы стоят на полу и начните поочерёдно то левым, то правым коленом тянуться к полу. Чувствуйте, что ваш таз наклоняется. Вы перекатываетесь на одну сторону, на другую. Одна ягодица оказывается на полу, а другая приподнята от пола. Та нога, которая стоит на полу, коленом тянется вперёд, а опускающаяся нога тянется коленом в сторону. Оставшуюся на полу ногу, пожалуйста, держите выровненной и коленом тянитесь вперёд. Не наклоняйте её вслед за той, которая опускается на пол. Выберите для себя приемлемый вариант дыхания. Вы либо на вдохе опускаете колено на пол, либо на выдохе. Но пусть ваше дыхание будет постоянным, равномерным. Сделаем ещё раз и останемся лежать на спине, стопы поставим вместе. Оба колена одновременно начинают двигаться в разные стороны. Ваши стопы перекатываются на внешние ребра. А потом, придавив крестцом в пол, верните колени в исходное положение. И опять на вдохе мы будем раскрывать колени в разные стороны. Таз на месте, не наклоняйте его. А на выдохе, придавив крестцом в пол, пускай колени вернутся в исходное положение. Останьтесь лежать. И, сохраняя таз в нейтрале, по одной ноге начинайте приподнимать вверх. Ваше движение будет происходить только в тазобедренных суставах. Для лучшего контроля руки можно положить на подвздошные кости. И чувствовать, что подвздошные кости остаются на месте. Двигаются только ваши ноги. Продолжайте движение, спокойно сгибая ноги в тазобедренных суставах попеременно. Давайте мы сделаем с вами еще раз и перевернемся на правый бок. Колени будут согнуты, мы будем лежать. И верхнюю ногу начните приподнимать невысоко вверх и опускать. Движение должно быть очень легким и свободным. Высоко ногу поднимать не надо. Сделайте буквально несколько раз и оставьте ногу наверху. Начинайте прокручивать колено вовнутрь и вверх в потолок. И опять выдвигайте колено к колену. И вращайте обратно вверх в потолок. Ваш таз неподвижен, не откатывайтесь назад. Сделайте еще раз. И перевернемся с вами на живот. Руки положите перед собой. Позиции бриллиант. Большие указательные пальцы будут соединены. По одной ноге мы будем приподнимать вверх. Таз погружается в пол. Поясница спокойная. То левая, то правая нога поднимаются вверх, разгибаясь в тазобедренных суставах. Продолжайте двигаться еще немножко. Чувствуйте, как нога вытягивается из самых нижних ребер. И она длинная от ребер до самых кончиков пальцев. Вделайте еще раз. И переворачивайтесь на левый бок. И верхняя нога начинает приподниматься вверх и спускаться вниз. Нижняя нога пускай погружается в пол. Чувствуйте это погружение. Обоюдное движение. Нижняя нога погружается в пол. Верхняя всплывает вверх. Оставьте ногу наверху и начните прокручивать коленом вовнутрь. И разворачивать коленом вверх в потолок. Представьте, что ваш крестец, область между лопатками и затылок, прислонены к воображаемой стене. Находятся на одной линии. Нога спокойно прокручивается. Вы не откатываетесь тазом назад. Нога словно ключик в замочной скважине вращается внутри вашего тазобедренного сустава. Из этого положения мы с вами разворачиваемся на колени. Начните толкаться руками от пола и смещаться назад. Толкаясь голенями от пола, двигайтесь вперед. Тело легкое, плавно сдвигается. Избегайте подкручивания таза вовнутрь при движении назад. Сохраняйте спину выровненной. И оставшись в выровненном положении, две руки поставьте вместе и правую ногу вынесите вперед. Мы будем с вами сгибать оба локтя, наклоняясь чуть ниже. Правое колено будем отводить в сторону и возвращаться в исходное положение. Нога разворачивается на ребро, колено отводится в сторону. Вы сгибаете локти и спускаетесь чуть-чуть ниже. Если для вас это движение приемлемое, вы в нем остаетесь. Кто-то может пойти дальше. И левую ногу мы с вами выпрямим и приподнимем колено от пола. Начнем двигаться вниз и возвращаться наверх. И движение становится более сложным, более интересным. Продолжайте двигаться и останьтесь наверху. Шагните ногой назад. Поменяйте ногу. Опустите правое колено на пол, выровняйте спину. И на вдохе опускаетесь вниз, отводя колено вбок. На выдохе толкаетесь вверх. Сгибая оба локтя, позволяя вашей стопе перекатиться на ребро, выполняйте данное упражнение. И кто готов, идет дальше. Вы приподнимаете правое колено от пола. И упражнение становится более интересным, более сложным. Давайте мы сделаем с вами еще раз. Шагнем ногой назад, сделаем вдох. Толкнем таз наверх и подшагаем к стопам. Останемся ненадолго висеть. Колени пусть будут немножко согнуты и голова свободно висит. Сделайте вдох и на выдохе медленно начните раскручиваться вверх позвонок за позвонком. На этом наше занятие сегодня окончено. Хорошего вам дня и отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова